Всем огромный привет! В этом видео мы с вами сплетем вот такой вот шар из ротанга. Это декор. И еще прогуляемся в магазин Фамилия. Покажу за тест нового кашпо из магазина Фикс Прайс. Зальем его водой. Ну а начнем, пожалуй, мы с вами вот с того самого шара из ротанга. Я посмотрела немало мастер-классов. Есть несколько способов плетения. Я выбрала для себя самое простое. Сегодня покажу. Идея, сразу скажу, не моя. Часто вижу такой декор на Пинтерест. И мне понравилась сама идея применения, потому что шар из ротанга не боится ни воды, ничего. Можно его запросто использовать как садовый декор. За основу я возьму обычный полиэтиленовый пакет и наполню его туалетной бумагой. Да-да, это самый простой такой вариант. Бумага есть под рукой всегда. Кто-то делает с бумажными салфетками, кто-то наполняет тканью. То есть кому как нравится. Мне кажется, что туалетная бумага это самый такой простой вариант. Максимально плотно трамбуем, прижимаем. И дальше нужно, естественно, завязать этот пакет, чтобы у нас это все содержимое никуда не выпало. Идеальной формы шар все равно не получится, но вся прелесть шаров из ротанга заключается как раз в их несовершенстве. Мне очень нравится, как они смотрятся. И можно расцветку выбрать ту, которая вам нравится. Вот так вот завязала пакет. Немножко еще уплотнила содержимое. Дальше обрежу все лишнее, чтобы это мне не мешалось в процессе. Вот такая вот основа, заготовка для шара. Дальше я беру отрезок ротанга длиной в 3 метра. Таких нужно взять 2 для начала, во всяком случае. И вот так делаю 2 оборота. И скрепляю все это на веревочку. Веревочку лучше завязывать на бантик. Ну, в принципе, это не важно. Все равно потом мы от нее избавимся. Дальше я беру второй отрезок 3 метра тоже ротанга. И обратите внимание, каждый из этих отрезков я не креплю плотно. Оставляю по 50 сантиметров хвостик. И дальше уже делаю 2 оборота. Вот так у меня получается на перекрест. И сейчас завязываю также веревочкой. То есть нужно зафиксировать, чтобы у нас вот эта основа плетения никуда не съезжала. А дальше длинный край двух этих лоз оставляем в покое. И начинаем закручивать короткие хвостики. Те, что мы оставляли по полметра примерно. И вот их как раз мы оплетаем. Это и будет основная диагональ, так сказать. То есть вот по периметру нашего будущего шарика мы просто прокручиваем эти два хвостика. Таким образом мы как бы закрепляем эти две лозы, чтобы у нас ничего никуда не убежало. И вот когда уже я завершила заправлять эти два краешка по 50 сантиметров, грубо говоря. Дальше я беру длинную лозу и веду ее точно так же в шахматном порядке. Вверх, вниз, вверх. То есть по сути здесь просто как бы наперекрест с каждой лозой. Вот вы укладываете эту длинную. И вот смотрите, что получается. Шарик будет тем красивее, чем больше витков у вас будет. И по правде говоря, в процессе плетения я поняла, что все-таки 6 метров лозы. То есть у нас две длинных всего лишь здесь по 3 метра. Все-таки этого недостаточно для такого объема шарика. Здесь диаметр этого шарика примерно 18,5-19 сантиметров, грубо говоря. И сюда я потом в процессе все равно добавила еще один отрезок в 2,5 метра, чтобы плетение было максимально густым. И еще мне захотелось опять же подтянуть некоторые края шарика, затянуть их, так сказать. Когда вы сверху добавляете еще один отрезок уже по готовому плетению, он помогает зафиксировать более округлую форму. И вот совсем все по-другому это смотрится. Дальше, когда вы закончили плести, развязываете веревочку у пакета и достаете аккуратно содержимое. В общем-то бумага легко оттуда вынимается. И теперь я убираю все веревочки, которые изначально служили нам фиксаторами. В общем сюда я добавила еще лозу в 2,5 метра. И по итогу у меня вот что получилось. Мне очень нравится, как это все смотрится. Такие шарики можно использовать в декоре интерьера, если у вас большая комната, например, где-то у камина положить. Возможно даже на журнальный столик, если большой поднос. Вариантов масса можно даже подвешивать именно для этой цели. В магазине FixPrice я купила вот такую вот гирлянду на солнечной батарее. Решила ее добавить в этот шарик. То есть просто обвела как раз вот эти вот верхние плетения. И смотрите, батарейку получается можно там спрятать. Сюда можно сделать петельку и просто подвесить этот шарик, например, где-то на ветках. Либо может быть, не знаю, на веранде, под кашпо. И получается, что в течение дня солнечная батарейка будет набирать заряд. И ночью этот шарик еще и будет подсвечиваться. Мне кажется, это очень здорово. Девчонки в Телеграм. Им большое спасибо. Они подали мне эту идею. И я хочу показать, как это будет выглядеть. Смотрите, как круто! Я, когда только впервые об этой идее подумала, все, я загорелась. Мне захотелось ее воплотить. Это очень здорово. Я теперь хочу сделать несколько таких шариков разного диаметра. Теперь еще план сделать больших, таких вот прям крупненьких. И разместить их в качестве декора на даче, скорее всего. Если вещь любимая, то велика вероятность, что она очень быстро придет в негодность. Есть у меня вот такая вот сумка. Она, на самом деле, очень любимая. Часто ее ношу с разными образами летом, весной. Настолько она универсальная. Сумка Toad. Что так называется. Но, в общем, пришло время ее почистить и помыть. Как всегда, буду использовать проверенный цвет. Помогать мне в этом будет горячая вода. И вот такой вот карандашик Pink Magic. Обратите внимание, насколько он уже маленький. Я его так часто использую. Вы себе даже не представляете. Я чищу этим карандашом вообще все. Сумки, обувь, одежду. Достаточно нанести на загрязнение. Оставить на некоторое время. А потом можно спокойно закидывать в стирку. И без каких-либо проблем. То есть, вот все ниточки, все шовчики. Теперь оставлю ее минут на 20. А потом закину в стирку и посмотрим вместе на результат. Достала сумку из стирки. И вы только посмотрите, она почти идеально белая. Снова могу носить ее с любимыми образами. Обожаю просто именно эту сумку. Ремешки, как новые, вся чистенькая, красивая. Супер! Просто результат отличный. Для выведения сложных пятен тоже использую. Вот, например, это одна из моих любимых футболок. И здесь есть вот такое непонятное пятно. Сейчас попробую его вывести при помощи кислородного карандаша. Мне для этого понадобится горячая вода. Я сюда смачиваю карандаш. И вот так вот аккуратно наношу на пятно. Обратите внимание, у меня не белая футболка, а она цветная. Что это было? Что за пятно? Пятно нанесу и оставлю. Так, ну что, через 20 минут. Какой результат? Практически полностью выведено пятно. И я, кстати, вспомнила, что это все-таки было за пятно на футболке. На самом деле, на даче, когда покрывала вот этой вот пропиткой ревесину, видимо, где-то попало вот пятнышко. Представляете, этот карандаш справился. Ну что, футболка после стирки. И вот он этот рукав, где было пятно. Обратите внимание, нет ни следа. Идеально просто. Как всегда, Pink Magic выручил меня. Кроме того, что сегодня, благодаря этому карандашику, я вернула к жизни любимую сумку. Могу сказать, что эти карандаши подходят также для очистки сложных пятен. Например, с посуды какой-то на кухне. Можно почистить мебель. Я чищу также ковры дома. И всегда-всегда беру с собой в поездки, потому что места много не занимает. Даже в самой маленькой сумочке. Вот так вот, раз и все. С собой всегда. Выгоднее всего заказывать сразу два. Поэтому советую, заглядывайте на Wildberries. Вроде еще на Озон продается. Ну, в общем, два заказали и пользуйтесь очень долго. Выручает всегда. Оставлю для вас ссылку в описании под этим видео. И очень советую почитать отзывы. Там много фотографий с результатом, как все-таки эти карандашики замечательно работают. Такая вкуснятина получается. Девчонки, ароматно, вкусно, быстро. Для рулетиков берем творожок. Я взяла золотые луга 5% и вот такой вот сыр голландский. Он уже натертый, фасованный. Очень удобно. Не полная пачка, как видите, чтобы соразмерно было объем у творога. Эту смесь будем перемешивать. Но предварительно еще добавим сюда одно яйцо. Это для того, чтобы не было сухого такого эффекта. И сюда же шинкую зелень. У меня это петрушка, укроп. Мелко все пошинковали. И перемешиваем всю эту смесь. Вкуснятина. Я не солю, не перчу, ничего не добавляю, потому что добавляю сюда рыбку. Это форель. Буквально несколько пластиков. И теперь закручиваем все в рулетики, режем пополам и складываем в гриль. У меня вот такой вот этот пионер. Я вам уже его много раз показывала. Буквально 2 минуты и вот такая вкуснятина получается. Девчонки, ароматно, вкусно, быстро, а главное сытно. Рулетики получаются нежнейшие, а благодаря грилю немного хрустят. Всем приятного аппетита! Сегодня приехали на дачу целых 2 дня. Непрерывно льет дождь. И вот результат. Все цветы побило. Кстати, у нас очень так прохладно стало сразу. Мы приехали собрать урожай огурцов. Ну и заодно навести тут порядок, посмотреть что да как. Сейчас собрала с грядки. И решила посмотреть, что у меня с тыковками происходит. Вот здесь вот, смотрите, растут тыквы Бэби Бум. Я, конечно, планировала, что эти 5, 5, здесь 5 семечек, ну грубо говоря. И вот они так выросли. Буквально вот стеной сюда. Одна вот уже куда, смотрите, выросла. Ну в общем, я все ждала, когда же подвяжутся тыковки. И вот, и вот, наконец-то. Так что в этом году, видимо, все-таки у меня будут своевременно тыковки, я надеюсь. Но не все, смотрите, подвязываются. То есть, как бы есть и пустоцветы, к сожалению. Посмотрим. Это вот самая первая пока тыковка. Больше я здесь пока не вижу. Ну, посмотрим. Может, я, конечно, плохо искала. Но пока больше не вижу. Вот. У нас тут. Ну, учитывая, какая сейчас погода, я не удивлюсь. Очень хочется, конечно, чтобы был хороший урожай. Но вот пока только одна тыковка здесь. Лето в этом году очень странное. Сейчас немножко ягод собрала. После дождя они такие уже спелые, хорошие, вкусные. И еще удивилась, какой прошел дождь. У меня все цветы странно выглядят после дождя. Как будто бы, я даже не знаю, но вот, вот петунии. Вот такие вот после дождя. Надо, конечно, прополкой бы заняться. Но холодно, во-первых. Во-вторых, к нам перешли дожди. И что-то как-то не хочется. Облепиха. Вся в ягодках стоит. Я прямо жду, когда же, когда. И, девчонки, спасибо за советы. Те, кто писали, что, оказывается, гипсофила в первый год только набирает силу. Ну, видимо, так и есть. То есть я не дождусь цветения в этом году. Поэтому даже хорошо, чтобы кустик купила в питомнике. Вот. Здесь. Здесь как раз вот эти вот хосты. Это из магазина Светофор. В прошлом году я их покупала. Вот они в этом году уже цвели. И опять цветок набирает. С такими дождями. Цветы, конечно, очень быстро погибают. После прошлых ливней. У меня одна виола погибла. Сейчас вот опять. Надо будет с этой вот воду слить. Этих кашпо задерживается. Здесь гортензия. Вообще, такие гигантские шапки. Не знаю. Я пробовала ее поставить в вазу. В общем-то, все срезанные все равно завяли. Так что я пока думаю, как бы мне ее сохранить. Очень красивая она. А сейчас предлагаю прогуляться со мной в магазин Фамилия. Этот находится в ТЦ Сити Мол. И я искала здесь какие-то интересные вещицы для интерьера. И посмотрите, что нашла. Это подсвечник. Здесь как будто бы такие грибочки. Не купила только потому, что цена остановила. Хочу попробовать сделать такой из самозатвердевайки. А еще здесь вот такая гигантская деревянная лошадь. Цены, конечно, не маленькие. От 2000. Но смотрится круто. Здесь также представлена довольно широко всякая посуда. Но вот особенно такие маленькие тарелочки почему-то сейчас в огромном количестве. И знаете, сколько бы сервировок я не смотрела, очень мало где применяется что-то похожее. Так что я не представляю, как их использовать. А как вам такой вариант пиала в форме лебедя? Что-то невероятное, мне кажется. 299 рублей. Много всяких разных листочков, цветочков. Вообще флористическая тема. Видимо, сейчас очень актуальна. Но мне понравились вот такие тарелочки в виде зайчиков. Здесь есть несколько расцветок. Ну и цена как бы вполне приятная. 249 рублей. Видела в сервировках у девочек на канале Телеграм. Шикарно смотрятся. Много всяких разных тарелок. Но то, что я искала, я пока не нашла. Вот эти привлекли мое внимание. Симпатично смотрятся. Напоминают даже фарфор, я бы сказала. И вот эта чаша мне понравилась. Очень интересная. Наверное, для теста там на блинчике или что-нибудь такое вполне подойдет. Или оладушки, например. Да? Симпатично. И знаете, в нашем фикс прайс только сегодня привезли новинки. Они еще... Половина были в коробках в зале. Я, конечно, поснимала материал, но завтра пойду узнавать информацию по ценам. И потом уже подробно вам все расскажу. А пока я хочу показать, как можно использовать вот это самое кашпо, которое я купила и показывала вам в одном из прошлых видео. Слушайте, какое оно красивое. Так классно вписывается на открытой полке. Вот это на кухне. Я вам уже показывала это оформление. Опять же, для тех, кто впервые на моем канале, я думаю, может быть, информация будет полезна. Я люблю оформлять открытые полки посудой, декором именно по сезону. И вот сейчас я считаю, что покупка этого кашпо это еще одно прекрасное дополнение в копилочку с не только посудой, но и вот очень удачным таким органайзером, по сути. Смотрите, как интересно выглядит. На столе также может играть роль вазы. Кстати, если говорить о живых цветах, то сюда запросто можно поместить любой стакан, либо баночку стеклянную, налить воды. И, пожалуйста, можно сюда поставить живые цветы. Как уже высказывали девчонки предположения под предыдущим видео, я согласна, скорее всего, это кашпо выполнено из доломита, потому что вот очень-очень оно такое матовое. И так как это все-таки кашпо, есть предположение, что может протекать, я не уверена. Но здесь нет отверстий для того, чтобы вода как-то сливалась, то есть чтобы обеспечивать дренаж для каких-то растений, цветов. Поэтому я рискну предположить, что, в общем-то, можно использовать и поместив туда просто емкость. Очень классно смотрится. Опять же, для акцента я бы добавила рядом, если вы планируете размещать все-таки цветы, то, например, деревянный подсвечник, ну или какую-то высокую статуэтку в цвет вот этого ремешка, ну то есть чтобы вот это вот все как-то смотрелось, не знаю, ансамблем, что ли, как-то так. Еще такое кашпо можно использовать как органайзер, например, для карандашей, фломастеров. Представьте, как красиво он будет смотреться просто на рабочем столе с нужными вам какими-то канцелярскими принадлежностями. Будь то линейки, ручки, что там еще бывает. Ну, в общем, масса вариантов использования, очень стильный, красивый. И я сюда добавлю скрин похожего варианта, только там ваза и продается сейчас на Wildberries. Заодно у вас будет возможность сравнить стоимость. Я понимаю, что стекло, конечно, многим может показаться более привлекательным, но с другой стороны, все же оно меньше возможностей дает в применении. То есть там все прозрачно и будет уже некрасиво, если что-то там вот будет разноцветное, например, да, керамика. Все-таки она немножко иначе выглядит, поэтому я отдаю предпочтение вот этому кашпо. И я хочу проверить это кашпо, знаю, что многие сомневались. Тем не менее, вот смотрите, наливаю воду. Если это прям доломит, то, скорее всего, пойдут трещины, изменится расцветка. То есть там, где вода, будет просто темнее. Ну, вот как обычно с доломитом и происходит. Или что-то будет протекать. Ну, вот я ищу. Ничего не протекает. Можно наливать воду, значит. Внутри, кстати, внутри вот оно как будто бы чем-то покрыто. Так что, ну, пока, как видите, все нормально. Нет никаких трещин. Расцветка внутри не изменилась. Так что, я думаю, можно сюда смело наливать воду. Это как раз для тех, кто сомневался, можно ли это кашпо использовать в качестве вазы. Еще, девчонки, хочу сказать, что в магазине Галамарт, который находится в Сити Молл, немало вот таких вот фужеров. Поэтому, если кто искал и хотел купить, я там сегодня еще одну вот такую пару докупила. Так что, теперь у меня комплект. Четыре таких прекрасных фужера. Буду сделать сервировки. Если вы на канале впервые, видео попалось случайно, загляните в предыдущий ролик. Там я показала сервировку вот с этими замечательными фужерами. И знаете, я сегодня зашла в магазин Кюхенленд. Надеялась увидеть какие-нибудь интересные новинки. Но пока там коллекцию не обновляли. И я там увидела вот очень похожие фужеры. Разница только в золотом покрытии вот на этом шарике. И я сейчас покажу вам, сколько они там стоили. Честно говоря, я была шокирована немножко. Но с другой стороны, я очень рада, что в магазине Галамарт можно найти вот такой выгодный вариант. За 199 рублей сразу пара. Шикарно. Очень надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось, а главное, было полезно. Если так, не забудьте поддержать его пальчиком вверх. И увидимся с вами в следующем видео уже совсем скоро.